Привить школьникам любовь к спорту и здоровому образу жизни – задача коллективная. Она требует участия не только со стороны родителей, но и со стороны учителей. Спортивные проекты 2019 года должны быть направлены на распространение как физкультуры в целом, так и отдельных спортивных дисциплин. Это соответствует стратегическим целям корпорации «Росатом». 2019 год объявлен годом здорового образа жизни. 11 февраля под председательством Генерального директора Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Сергея Фомина провели совет с представителями учебных заведений Десногорска. Дискуссия с директорами и преподавателями школы позволяет из первых уст узнать реалии и потребности спортивной составляющей в учебном процессе. При этом каждая школа города реализует свои уникальные методики дополнительного спортивного образования. Например, школа номер один Десногорска сотрудничает с полицией города. Мы играем с ними в футбол на равных. Команда полицейских, команда детей. Второй год мы, конечно, проигрываем. Как и в любой налаженной системе, здесь тоже есть слабые места и пожелания. Было много предложений о вовлечении в процесс образования известных спортсменов. Такие мастер-классы позволяют ученикам расширить кругозор и воодушевить на новые достижения. Также задача в популяризации спорта как семейного отдыха. Совместное активное времяпрепровождение – это необходимый и полезный досуг любой здоровой семьи. Отдельное внимание уделили баскетболу. Баскетбол – это один из классных инструментов для развития ребенка. Потому что баскетбол – это игра сложно-координационная. И уже доказано, что это самая интеллектуальная игра с мячом. Потому что за двумя, там столько комбинаций и различных взаимодействий. Нужно хорошей мозги. Спортивное образование нового поколения жителей Десногорска – многогранная и сложная задача. Только совместными усилиями можно культивировать и развивать культуру спортивного, а значит и духовного здоровья. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.